Одна из самых ярких политиков коалиции союзной Украины столкнулась с самым большим кризисом доверия за время своего премьерства. Большинство эстонцев считают, что Каякаллас должна уйти в отставку из-за ее скандала вокруг российских связей бизнеса ее мужа. Несомненно, друзья, несомненно, все эти связи это то, что он обязывает ее также идти на поводу у своего мужа. Итак, с формальной точки зрения все было законно, но критики Каллас уверены, что ее моральный авторитет безвозвратно утрачен. Премьер-министр Каякаллас непосредственно и лично участвует в транзитной торговле с Россией. Та самая принцесса войны, которая два года всем рассказывала, что Эстония в состоянии войны и что во время войны все становится черно-белым. Эта принцесса сегодня запятнала себя. Этот тезис Каллас говорила дома и в Европе, что любой бизнес с Россией, и не только подсанкционный, а морален, а сама зарабатывает на России. Взяли на вооружение это ее многие оппоненты. Внутри страны, Эстонии, принцесса войны, без народной поддержки. Развивается скандал вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас и российских связей ее мужа. Одна из самых ярких политических. Женщин во всем мире даже. Не так-то много женщин во всем мире политиков. Конечно, не все будут говорить правду сейчас. И о ней в том числе, друзья. Скандал-то разгорается, поэтому как-то необходимо ее выгораживать. Как ее выгораживать, скажите? Скандал разразился после того, как эстонская принцесса якобы только в конце августа 2023 года узнала о том, что ее муж Каллас связан с фирмой, которая в свою очередь связана с бизнесом в России. Но вы понимаете, да, что теперь будут врать? Но врать это прерогатива как раз всех политиков, потому что врать политикам как раз с руки. После нападения России на Украину Каллас стал одним из самых заметных политиков коалиции союзников Украины. Теперь можно встретить такие заголовки. Каллас зарабатывает на Украине. Пункт первый. У мужа Кай Каллас Авро Халика есть инвестиционная фирма Навария Консалтинг. Второй пункт у этой фирмы есть фактически у самого Халика. Был миноритарный чуть меньше четверти акций пакет в транспортной фирме Старк Логистик. При этом Халик еще и работал в этой логистик финансовым директором. То есть, можно сказать, что это вообще опосредованная третья компания, к которой они не имеют никакого отношения. Однако же, оказывается, имеют. Он там еще и финансовый директор. Когда разгорелся скандал, Халик свой пакет тут же продал своей фирме. То есть, самому себе. Но внешне это будет выглядеть так, как будто он вообще все продал и он чист. Пункт третий. Эта транспортная фирма обслуживала эстонскую же компанию Метапринт, перевозя из Эстонии грузы для ее российского завода, который производит флаконы для аэрозолей. Но это не просто договорные отношения. У обеих фирм один собственник. Пункт четвертый. Руководители причастных фирм объясняют, что Метапринт уже давно сворачивает работу в России. Конечно, давно сворачивает работу в России. И число рейсов, которые для него выполнял StartLogix, упало с довоенных десятков в неделю до одного-двух в неделю. Один-два раза они посещают Россию. Что возят? Оружие? Или что возят? Ведь все что угодно можно возить. Но не гуманитарную же помощь. Вы понимаете, да? Зачем Путину и всем остальным гуманитарка? Что-то ведь возят то, чего испугались. И что сейчас кто-то вывел на поверхность. Сама Кая говорит о том, что об этом направлении в бизнесе мужа ничего не знала. Вуаля! Теперь это так легко. Муж-жена не одна сатана. Это русская пословица. Такая муж-жена одна сатана. А здесь нет. Это эстонская семья. Но поковыреться бы там надо. Может быть, там и русских Иванов найдете. Или каких-нибудь потомков латышских стрелков. Или Калантай. Все может быть. Черный интернационал у нас везде. И своих выводят на поверхность всегда. Итак, скандал разразился. Но, по-моему, слишком поздно. Потому что полиция, она внутри страны проверяет как раз такие лица на связи с Россией. Но почему они не выявили? Или рука руку моет? Понимаете, такая вот позиция двойных стандартов. Она везде. Что в российском правительстве, что в британском, что в эстонском. Ну, про украинский вообще говорить не будем. Как она сказала, у моего супруга действительно был миноритарный пакет в транспортном предприятии. И они свою деятельность в России закончили. Через месяц после начала войны. А как же сейчас ходят два раза в неделю? А война-то началась когда, друзья? А? Ого-го! Более полутора лет назад. Это что же? И до сих пор все ходят два раза в неделю? И она уже закончилась через месяц после начала войны, а полтора года. Вот врать можно в глаза всем народам. Не стесняться. В этом и есть позиция прекрасного политика. Он потому и политик. Потому что он может лгать откровенно в глаза и не стесняться. Как она объясняет, что дальше муж ее занимался только тем, что помогал заводу своего главного совладельца собрать вещи в кавычках. И в финансовом смысле тоже. И в этой части позиция мужа была такой, что поскольку они ни одним евро, рублем или долларом не поддерживали российскую военную машину, то пока не возникли эти вопросы, они не видели в этом ничего неправильного с точки зрения морали. Ну что же, друзья, можно, конечно, сказать, что признаков нарушения у этой женщины нет. Но кто же поверит? Все, кто внутри политики, все понимают, что это значит. Но дальше кто и как будет судить? Значит, это договорняк и всем выгодно. Ну а теперь давайте немножко посмотрим, кто она такая. Посмотрите на лицо. Лицо основное. Лицо – это карточка. Это визитная карточка человека. Я сейчас не буду предварять события и рассказывать заранее. В конце ролика вы узнаете. Сейчас только скажу. Смотрите. Родилась она в 1977 году в Таллине. Отец ее, член КПСС, директор эстонского республиканского отделения Сбербанка, то есть к деньгам был причастен. Затем отец стал возглавлять партию реформ. И вице-президентом был Европейской комиссии. Уровень, статус семьи, где она родилась, очень высокий. Но в этом ли дело? В 1995 году Каллас сдала экзамены на аттест от зрелости. В 1999 закончила Тартусский университет со степенью бакалавра в области права, после чего работала адвокатом, специализируясь на европейском и эстонском законодательстве в сфере конкуренции. А также с 1996 года профессионально работала в качестве помощника режиссера театра. Вот тяга к театрам – это у них что-то от папы. А папа у них, у них это у общего семени, развеянного по миру. Потому она и принцесса. Она принцесса по крови, а не потому, что она была так названа какими-то людьми или членами какого-то союза или общества. Это не важно. Важно, что она занимает первая женщина в мире, которая заняла столь высокий пост в таком возрасте. Первая в мире. Опять-таки, обращайте внимание, первая в мире. Я, конечно, даю совершенно невероятные прогнозы, особенно по бастардству, чьим бастардом она является. Никогда не смотрите на официальные биографии, когда человек вдруг скачет по лестнице наверх. С такой прытью, что, знаете, у нас Наташа Поклонская в 22 года стала генералом Крыма, прокурором, вы понимаете, не имея ничего под ногами. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Наташу Поклонскую привела я вам. Не зря в пример. Кто она такая? Почему ее тащат наверх, когда у нее без царя головы голова? Ну, насколько Калас отвечает своим умственным способностям, мы не знаем. Но у нее есть фишка, на которой она вылезает, скачет по миру, скачет по своей стране. Она на полном серьезе запретила России приостанавливать участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. На очередной пресс-конференции, ранее не отличавшейся неоднозначными заявлениями и выпадами в сторону России, Калас вдруг заявила о своем отношении о выходе России из ДСНД. Оно оказалось крайне оригинальным. Эстония не может позволить этого. Россия официально остается участником договора. Это не обсуждается. Вуаля! Как это так можно говорить в какой-то Эстонии в отношении России? Нет, друзья, это вроде невозможно. Но если учесть настоящего оригинального папу, бастарство, которое мы сейчас с вами определим, то, конечно, она может все. Папа ей разрешает. И тогда мы понимаем, что политикой Каи Калас руководит Владимир Путин. И именно поэтому ее называют в мире, где все все знают, в ненародном мире. А именно все все знают. Ее называют принцессой. А принцессой войны почему? Потому что папа развязал войну. Поэтому она принцесса войны. Конечно, можно говорить в данном случае, когда прочитаешь такое заявление о наглости, о невоспитанности, полном незнании политического этикета со стороны Калас. Но это бесполезно, так как до этого она допускала в своей речи столько непозволительных вещей, что относиться серьезно вроде как и нельзя к ней. Однако же все относятся очень серьезно. И одно из заявлений Калас, люди оторопели от подобной глупости и невежества. Калас вообще не имеет права давать какие-либо оценки в отношении договора, к которому Эстония вообще не имеет никакого отношения. Более того, к договору даже не Евросоюз никак не причастен. Забыла Калас и про то, что США первыми вышли из ДСНВ и последний год, как минимум, не соблюдают его положение. Об этом с трибуны ООН сказал спецпредставитель Китая. Но разве может эстонская принцесса сказать что-то против США? Скорее, Эстония станет островом, прежде чем это случится. Ну, Калас, возможно, это, да, позволительно. Конечно, списали это на природную глупость, недалекость Калас. На ее образование. Но образование высокое получило. А вообще интересно, где училась эта женщина, которая позволяет себе решать за участников основополагающего договора о безопасности в мире. Я задалась вопросом, почему вдруг ее называют принцессой войны? Кая Калас – принцесса войны. Она везде так фигурирует в СМИ, как принцесса войны. Причем нет никаких оснований сказать. Если только, может быть, предположить, что она как раз-таки, да, торговала оружием. Не ее муж возил вот эти фуры туда-сюда, да, по 12 фур в день. А как раз с ее это было возможностей и согласия. Теперь это две фуры в неделю. Как вы знаете, о чем я уже сказала. Так вот, если только не считать ее торговцем оружием, тогда вроде как, ну, совершенно неприменимо к ней это имя. Принцесса войны. А кто же у нас король войны? А вот с этого давайте и начнем. А кто у нас король войны? Давайте подумаем, кто король войны. Посмотрите на лицо Каи Каллас. Да не важно, кто ее папа, не важно, кто ее генетические родители. Это абсолютно не имеет никакого значения. Кукушка всегда подбрасывает своих детей в чужие гнезда. Это закон. А теперь посмотрим, как она себя ведет, Каи Каллас. Очень интересно. Однажды, однажды, на полном серьезе, она запретила России приостанавливать участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. На очередной своей пресс-конференции, ранее не отличавшейся неоднозначными заявлениями и выпадами в сторону России, Каллас заявила о своем отношении о выходе России из ДСНБ. Оно оказалось крайне оригинальным. Эстония не может этого позволить. Россия официально остается участником договора. И это не обсуждается. Вуаля! Вот что сказала принцесса войны. Да кто же она такая? Если учитывать, что Эстония вообще не является и никакого отношения к этому договору не имеет, не является членом и не имеет никакого отношения. Так с какой стати Эстония будет запрещать? Ну, если только не считать, что дочка папе что-то запрещает. Вот это, друзья, другой разговор. Конечно, кто не в курсе этих бастардских дел, тому может показаться абсолютно странным, что эта девушка, эта женщина вдруг начала говорить о договоре, где Эстония не участвует, что она запрещает России оттуда выходить. Папа, я тебе запрещаю выходить из этого договора. Так ей захотелось сказать. Ну, потому ее и считают принцессой. Потому что папа король войны. Вы уже догадались, о чем я? Нет? Догадывайтесь? Догадывайтесь, друзья, это очень важно. Итак, она родилась в 1977 году в Таллине. Отец у нее был член КПСС, конечно, возглавлял Сбербанк, директор, да, потом он был председателем партии реформ и вице-президентом Европейской комиссии. Ну, конечно, таких родителей, таких детей будут, будут, конечно, тащить наверх. А давайте посмотрим, где училась Каякалась, в каких учебных заведениях. Она закончила Таллиннская гимназия Леликюли, 1992 год, Таллиннский английский колледж, 1995 год, Тартуский университет, 1999 год, Эстонская школа бизнеса, 2010 год, университет Лоуренса. А вот относительно университета Лоуренса никаких данных о том, что она там училась, нет. Университет Лоуренса, частный, гуманитарный колледж и музыкальная консерватория в городе Эпплтон. Наиболее популярное отделение музыкальное, наиболее популярное отделение музыкальное представление, психология, английский язык, литература, количественная экономика, биология, биологические науки, образование. Ну, друзья, здесь и биология у нас. А вы не находите, что дети короля войны занимаются как раз биологией в основном? Вот его это направление одновременно и музыка, одновременно и театр. Одна танцует на льду в Швейцарии и занимает призовые места, другая вот здесь выступает режиссером. Поэтому на каком отделении училась в этом учебном заведении Калас данных нет. Конечно, учитывая ее вроде бы театральное прошлое, ну, возможно, она училась на учителя музыки. Но вот что интересно, в 1999 году «Принцесса войны» окончила юрфак Тарсского университета и пишет, что она даже работала адвокатом и одновременно с этим с 1996 года профессионально работала в качестве помощника режиссера театра. Как она это совмещала? Тут либо адвокат, либо помощник режиссера. Как это все вообще выглядело? Или она никогда не работала адвокатом, что скорее всего, да? А ей было ближе по духу. Это был помощник режиссера. Возможно, так. Но в 2007 году Калас пошла учиться в эстонскую школу бизнеса, где через три года, в 2010 году, получила степень магистра делового администрирования в экономике. И одновременно с этим она решила пойти в политику. Тоже странно, да? Все сразу. Двумя рельсами стала членом партии реформ и уже в 2011 году стала депутатом эстонского парламента. В нем она возглавляла комитет по экономическим вопросам. Это как? Она еще ничего не знает, но она уже возглавляет. То есть человек из театра с дипломом адвоката начал заниматься вопросами эстонской экономики. Про кухарку мы слышали, но не до такой же степени. Да какая тут степень? Наташа Поклонская в 22 года, когда сказали ей, что было ей 29, а ей было 22 года. Ребенка посадили на трибуну и все кланялись, 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 зная, что нет ей никаких 29 лет, зная, что она никто в прокурорских делах, что она вообще ноль, она говорить не умеет. Но ее посадили, и весь народ кланялся. Вы помните, да? И весь народ аплодировал мяш-мяш. Ну, точно так же и здесь. Конечно, будет странно, друзья, когда помощник режиссера эстонского театра дает указания России и ее президенту по части международных договоров дает богатую пищу для размышлений о психологическом состоянии и вообще здоровье этого человека. А на Наташу Поклонскую подали в Крыму петицию в Государственную Думу и выше, чтобы проверили ее на психическое состояние. Здоровье ее проверили. 10 тысяч человек подписали эту петицию из Крыма. И что? Да кто? Она еще больше росла в своем статусе. Она уже сегодня помощник Краснова, главного прокурора России. Наташа Поклонская его помощник. Поэтому, что вы здесь думаете и возмущаетесь, что там она каякалась русскому президенту Владимиру Путину дает указания. Что ему делать? Так кто же она такая принцесса войны? Ну, вероятно, вы и сами догадались. Папа – король войны. А принцесса войны? Потому она и принцесса. Потому что внутренние круги знают ее биографию. Точно так же, как и те, кто тащит Наталью Поклонскую, также знают ее биографию и также знают, кто ее папочка. Точно так же, как у нас, также скачет по лестнице успеха женщина, которая вдруг стала многодетной мамой. Ей присвоили много-много детей. Записали, она стала многодетной для того, чтобы стать омбудсменом детским при президенте Российской Федерации. Вот любит наш президент собирать вокруг себя своих дочерей. Сыновей мы пока не видим. Ну, здесь сыновья могут составить конкуренцию, да, и здесь могут быть всякие трагические случайности. А вот дочерей-то мы видим вокруг. Ой-ой-ой, как много. Вот вам и бастарства. Вот как оно выливается. Это только мое предположение. Вы можете возражать. Пишите, возражайте. Будем с вами обсуждать. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сегодня у нас с вами 3 сентября 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok